В Екатеринбурге полицейские начали проверку по факту гибели полуторамесячного ребенка. 19 августа мать уложила ребенка утром спать, а через пару часов обнаружила, что ее младенец не дышит. В ходе первоначального осмотра следов насилия на теле грудничка обнаружено не было, однако правоохранители попросили врачей тщательно изучить причину смерти младенца. Екатеринбургский городской портал Е1 напомнил, что семья, в которой умер ребенок, уже не раз попадала в криминальные истории, связанные как раз с детьми. Самая громкая из них в 2014 году произошла не с этой 29-летней женщиной Александрой, а ее сестрой Валентиной. Тогда 20-летняя Валя, будучи молодой матерью, приревновала отца своего ребенка к некой девушке, с которой тот заговорил в вагоне метро. Когда молодые люди вышли на станции метро «Уралмаш» из вагона, Ефим, так зовут того парня, решил сбежать от молодой жены с этой девушкой, как выяснилось старой знакомой. А Валя в отчаянии катнула ему вслед коляску с ребенком. Не достигнув цели, коляска упала на железный путь. Благодаря смелости и находчивости случайного прохожего, прыгнувшего с перрона вниз, ребенка, двухмесячного мальчика и коляску удалось спасти. Тогда же екатеринбуржцы и узнали про Валину сестру Александру. Обе девушки воспитывались в неполной семье в маленьком поселке Подневьянском. Обе имели задержки в умственном и психоэмоциональном развитии, а Александра даже получила инвалидность по этому поводу. В 2017 году Александра родила своего первого ребенка, но, по мнению опеки, ухаживала за ним плохо. Даже в три года малыш продолжал питаться молочной смесью для младенцев. Ребенка у Саши изъяли и впоследствии усыновили другие люди. В это самое время Александра вновь оказалась беременна, но у нее случился выкидыш. СМИ об этом стало известно благодаря тому, что своего эмбриона молодая женщина заморозила в холодильнике и потом демонстрировала в соцсетях. Нынешний ребенок был ее третьей попыткой стать матерью. По сообщению Е1, отец ребенка на 15 лет старше своей возлюбленной работает охранником. Пара официально не расписана, но живет вместе на улице Шевская в микрорайоне Эльмаш. По словам соседей, молодая семья часто выпивает. Не прекращало это занятие Александра и во время беременности, и позже во время кормления грудью. Возможно, причина смерти полуторамесячного мальчика кроется именно в этом.